Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашей карьеры за Барселону. Сегодня у нас интересный матч против Вильяреала, команда, которая идет на пятой строчке и наступает нам практически на пятки, в одну очку отстоит от нас. Будем с ними играть первым составом, и также у нас еще матч против Хитафи, которые идут, наверное, чуть ниже. Сейчас мы это тоже посмотрим. И с ними мы как раз и будем играть вторым, они идут на 14-й строчку, всего лишь одна победа и три поражения. Давайте сходим на пресс-конференцию, посвященную матчу Барселона-Вильяреал или Вильяреал-Барселона, сейчас мы узнаем. Сможете исправить ситуацию? Ну, это все тоже вопрос, потому что сейчас Атлетика просто доминирует в лиге. Мы скажем, что конечно. Мы всегда верим в лучшее, а качество игроков вполне позволяет нам претендовать на первое место. Вы надеетесь продолжить беспроигрышную серию? Пока что мы не победим, и по одной простой причине наша оборона великолепно играет. Итог прошлого матча скажется на выборе стратегии на этот матч. Минимальный счет тут ни при чем. Мы играли лучше, и у клуба Вильяреал тоже постараемся выиграть. Вот и вся стратегия. Итак, вопросы закончились. И это домашний все-таки матч. Давайте почитаем новости. Пишут, что Трауре должен сыграть великолепно. Хамари Трауре. Новый трансфер Вильяреала. У нас пока что никаких таких особых новостей нет. Главное пока что новость это то, что мы приняли тренировать сборную России. Ну что же, матч Барселона-Вильяреал. Не знаю, пусть они лучше в желтый. Нам так понятнее будет видно. Еще и дождь на Кампноу. Ну что же, начнем, поехали. Итак, начинается матч. Дождливая погода сегодня в столице Каталонии, в Барселоне. Кампноу принимает команду Вильяреал. Которая идет на одну строчку ниже, чем Барселона. Но которая тоже будет бороться за высокие места. И для них, мне кажется, будет отлично это попадание в Лигу Европы. Но все равно будут они надеяться на лучшее. Команда у них сбалансированная. Ну что же, поехали. Мечом Гризман. Бускец. С мечом Лианель Месси. Снова Бускец. Снова на Гризмана отдают. И вот здесь вот, Джезус забил. Все-таки, ну там будет сейчас еще и пенальти на 37-й минуте. Вот этот момент. Ну и к мечу подходит Лианель Месси. Не знаю, куда здесь даже пробить. Галки пресли вытащить из девятки. И отлично. Забивает Лианель Месси. Это 1-0. Очередной его гол. Ну и этот матч мы открыли голом с пенальти. Сфалили на Антуан Гризмани. Ну и не в девяточку, конечно, но Серджио Ассенхо, который стоит у них на воротах, остался по центру и не отреагировал на этот удар в левую сторону. А, кстати, это первый гол Лианеля Месси в чемпионате. И удар! Какой удар от Джерарда! Не Стивен Джерард, конечно, но все равно удар мощный был. Выпустим. Видали? И вот так вот допрессинговала все-таки команда. И мы пропускаем. И Джерард забивает свой уже третий гол в сезоне. И отличная передача Гризмана на Джезуса. Джезус! В штангу попадает, но добивание за бразильца. Мы снова выходим вперед в этом матче. 2-1. И забивает Джезус. Хорошая передача была от Гризмана. Ну и также повезло с отскоком от штанги. Замечательно все получил. Еще и Артура мы выпустим. Вот здесь уже просто по пустым бьет Джезус. И забивает свой уже второй гол в Сантандере. Нам сейчас чуть ли не забили в какое-то вот это дополнительное время. Ну и отлично. Все равно у нас победа. 3 очка. Забивали Лианель Месси, Джерард и Габриэль Джезус. Почему не играл Дембеле? Мы сегодня видели великолепную игру в исполнении других игроков. И все это не может не радовать. Конкуренция это здорово. Я хочу, чтобы все игроки сражались за возможность появляться на поле. Как вы думаете, ваша серия продолжится? Наш минимум в следующем матче это ничья. Так что нам вполне по силам продлить серию. Вам повезло, что вы забили в концовке. Мы явно играли лучше. Мы создавали моменты и в итоге выиграли матч. Удачи тут ни при чем. Если уж на то пошло, нам не повезло, что мы не забили раньше. Пришло нам сообщение от Нелсона Семеду. Я действительно ценю то, что вы прислушиваетесь ко мне и даете играть пока в форме. Похвалим его. Ну и также нам присылают сообщение о заявке на матче сборной России. Напоминаю, мы играем против Индии и Китая. Так что там будет у нас какой-нибудь легенький состав. На матч против Хитафи я выпущу второй состав. Он ничем практически не уступает первому. Но отдохнуть тоже нужно первому составу. Итак, перед седьмым туром мы на четвертой строчке. У нас 16 очков. Столько же, сколько и у Валенсии, кстати. Но они нас опережают. По разнице мячей. Ну а впереди планеты всей Атлетика и Реал. У Реала, кстати, тоже, как и у нас, 16 очков. Но вот Атлетика пока что ни одного матча своего не проигрывает. Вот такой состав у нас выходит. Облачный и гостевой матч. Поехали. Итак, гостевой матч. Нас приветствует Хитафи. Отличная погода на стадионе. И наш второй состав готов брать 3 очка. И уменьшать отрыв до Атлетика Мадрида. Вот Филиппе Каутиньо. Хороший гол. Я уже думал, что это удар мимо. Но как же хорошо пробил сейчас бразилец подкрутки в касании. Все замечательно получилось у него. Не зря мы его забрали из аренды из Баварии. И вот здесь вот Дембеле отличный пас. И очень хорошо пробил. Идеально все было. Очень классно. И забивает Каутиньо свой первый гол в чемпионате Испании. Матаз забивает все-таки. Получилось в них пройти. Недолго радовалась Барселона. И забивает еще и Хитафи. Оставили нападающего одного. И он забивает тоже свой первый гол в этом сезоне. И еще и пропускаем мы в начале первого, второго тайма. Очень обидно. Получилось пройти у Бергары. И он тоже забивает свой дебютный мяч в этом сезоне. Но и пока что Хитафи хочет отбирать у нас очки. Я не знаю, что сейчас происходит с Барселоной. Ведь мы должны с такими командами на раз-два разбираться. Но пока что не получается. Чалов. И это 2-2. Чалов сравнивает счет. И теперь нам нужно бежать и забивать еще. Проигрывать и играть в ничью. Я с такой командой не намерен. Нужно играть и играть до конца. Ну а Чалов забивает свой второй гол. Теряем очки в матче против Хитафи. Еще и проигрывали. Но смогли мы сравнять счет. К сожалению, не удалось нам до конца додавить. Вот. У Хитафи 2 удара, 2 в створ и это 2 гола. Очень это обидно. Как вы думаете, ваша серия продолжится? После 7 игр мы все еще не знаем поражений. По одной простой причине у нас непроходимая оборона. Вы рассчитывали на ничью после первого тайма. Если честно, мне было важнее качество нашей игры, когда в игре все складывается и результаты придут. Матч получился тяжелый, результат вас расстраивает? Да, мы сегодня показали не лучшую игру, это точно, но это будет нам уроком и в следующий раз мы выступим лучше. Итак, ну а нас тренировочка. Неплохо так Миранчук прокачался, но для рейтинга это не прибавилось. Самель Юнки Ти нам говорит, тренер, я честно беспокоился, что вы планировали меня заменить просто появление в команде новых лиц в купе, в купе, в купе, в купе, новых лиц в купе, со всеми этими слухами из прессы выбили меня и сказали, спасибо, что все прояснили. У тебя все получается, братан. Ну а в следующей серии у нас матч в Лиге Чемпионов против Интера, которые идут сейчас на первой строчке. Лучший бомбардир Мухаммед Салах. Ну и так же там Роналду один мяч дозабил. Игра у нас будет следующая против Интера и Севильи. В Лиге Чемпионов мы должны себя достойно показать, но и в Лиге не терять очки больше. Ну что же, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Андрей и канал Футбол. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok